Спасённый после взрыва в Магнитогорске мальчик Ваня Фокин сегодня вернулся домой. За полтора месяца, которые прошли с того момента, когда спасатели извлекли из-под завалов 11-месячного ребёнка, многое изменилось. Врачи сделали всё возможное и даже невозможное, чтобы сейчас мальчик был здоров. Теперь он вновь среди своих близких и готовится встретить первый день рождения. В пути из Москвы в Магнитогорск Ваню с мамой сопровождала наш корреспондент Алена Рогозина. Полночь. Аэропорт Шереметьево. Стойка регистрации. Любопытный малыш в коляске Ваня Фокин прислушивается к очередному маминому интервью. Ночной перелёт. Мальчик у вас очень себя хорошо, Ваня чувствует? Спокойный? Он сонный просто. Ваня летит бизнес-классом. Профессор Рошаль позаботился. Малыш только накануне выписался из клиники. И пока ему очень нужны повышенное внимание и комфорт. У Вани были обморожения, перелом ноги и сотрясение мозга. Этого малыша из Магнитогорска спасала и лечила вся страна. Радость, гордость. Знаете, вот такие чувства, как будто это наш ребёнок общий. Магнитогорск. Шесть утра. Евгений Фокин не видел жену с сыном полтора месяца. Благодарен всей стране за поддержку, за моральную, за финансовую помощь. Спасибо вам. Цветы, подарки, поцелую. Под этот шум Ваня незаметно уснул. Его везут на красной машине МЧС. Домой. Вырос. Стал более самостоятельным? Ну да, более самостоятельным. Пока мама разбирает вещи и удивляется, как вырос за эти 45 суток её старший сын, папа торопится с обустройством. Завтра у Вани день рождения. И всем очень хочется отметить этот праздник в новой квартире. Ваня всё ещё спит. Он так привыкает к новой обстановке, говорит мама. Слишком долго. Малыш не был дома. Впереди у Фокинах ещё переезд в новое жильё. Дело хлопотное. Но судя по тому, какой приятный запах домашнего пирога мы уносим с собой, главное у Фокинах уже есть дружная семья. Алёна Рогозина, Константин Морозов и Ярослав Аулов. Вести. Магнитогорск.